Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! КХЛТВ приветствует всех и приглашает вас в Казань, в столицу республики Татарстан. Романцев оставляет снова екипаки. И вот так постепенно раскатываются сибиряки. Рохама по центру покатил. Вот бросок и гол! И забивает Сибирь в большинстве. Может быть и зря переживал Николай Заварухин. И Виктор Комаров становится автором этой заброшенной шайбы. Сибирь выходит вперед 1-0. Первое же удаление казанцев удается реализовать в Сибири. Но ты знаешь, на самом деле такой спорный вопрос, что лучше штрафной бросок или большинство. Потому что в большинстве-то у тебя моментов может быть много. А штрафной бросок он один, не использовал его и все. Воронков. Бурмистров. И подбросок Журавлеву. Отскакив шайба, бросок и гол! Добивание и шайба в воротах Артем Галимов. Вот так голами в большинстве. Команды обменялись уже в первую пятиминутку этой встречи. Да, честно говоря, не ожидал такого результативного начала матча. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Две шайбы в большинстве. И тоже гол с пятака. Отскочил из шайбы к Галимову. И он не промахнулся, но буквально расстрелялся. Фактически в упор. После видео просмотра было примерно. А до колечка Ильдрох нанимает позицию площади ворота. Перекрывая линию обзора воротаю. Ворота нет. Ну да. Комаров тебе за спину. Рохом обратно Комарову. Пас на синюю. Рохом налево в конек Лукоянова. Но все-таки дошла шайба до Пусни. Тут попытался бросить. Комаров! Виктор! Дубль в большинстве Комаров. Да, причем примерно с одной точки обе шайбы забил. И обе в большинстве. И тут еще нужно отметить, что вновь шайба до Комарова доходит не после прямой передачи, а после какого-то отскока, после рикошета. Это, наверное, говорит о хорошем голевом чутье. У форварда Сибири. Рохома. Комаров назад. Йоки Пака снова набрасывает от ворот. И шайба перед воротами. И в воротах. В итоге третье, реализованное Сибирью большинство в этом периоде. Правда, не Комаров на этот раз. Но Данил Романцев. Отчего Акбарсу, безусловно, не легче. 3-0 в пользу сибиряков. И, кажется, мы сейчас увидим выходящего налета Адама Рейдеборна. Безобразная игра хоккеистов Акбарса вблизи собственных ворот. Не дают бросать Петров. Хороший паста вообще на Глухова. Но если бы Глухов приложился как следует. Петров на синюю. Теперь Юдин. Налево. Отсюда наброс. И гол. И гол. И шайба в воротах. То, что не получалось у Акбарса в большинстве, получилось в равных составах. И, судя по радости Артема Лукаянова, это его шайба. Ну, что сказать, такой немножечко нелогичный гол. Да, то есть у Акбарса были более явные моменты при игре в большинстве. До Коста. И вот так с кистей пролетает шайба мимо ворот. Доу себя подбирает. Викстеран до Коста. А еще бросок Стефан до Коста и 3-2. Опять гол в большинстве. Но для Акбарса первый. До Коста. В похожем стиле до Коста забил в предыдущей встрече. Ворота нефти химика. Но там, правда, шайба чуть выше полетела. И рикошетом от дальней штанги оказалось в воротах. Время идет. Передача нет. Здесь Азоведа ничего не дает сделать. Викстеран шайбой. Дос. Так, тоже аккуратненько вперед. И шайба в воротах. Виктор Тихонов. 3-3. И это снова гол в большинстве. Да. Конечно, очень интересная игра сегодня. Три шайбы Сибири в большинстве. Удалось и казанцам уже второе большинство реализовать. Сибирь, наверное, вполне устроит ничья по итогам 60 минут. Ну да, конечно, обидно с 3-0-то в ничью. Но как сейчас играют. И все-таки четвертая шайба в воротах Сибиряков оказывается. И это Емец. Да. У которого был классный момент у второго отрезка. Но тогда он пустил шайбу выше ворот. Но здесь сориентировался на пятачке. И вот говорил я о том, что назревает гол. Он все-таки назрев. И Ягбар впервые в этой встрече выходит вперед. Ну вот Сибирь забежал, да. Поменяла вратаря Сибирь. И Станислав Галиев прерывает свою голевую засуху. Забивая в пустые ворота. 5-3. Да, в шести матчах Галиев не набирал очки. Но вот сегодня забил. Забил в пустые ворота. Очень важный гол для него. Ворота. Продолжение следует...